Здравствуйте, 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 дорогие подписчики и гости канала! Огромнейшую трехкомнатную квартиру с вами посмотрим в кирпичном доме в центральном районе на улице Ломоносова. Сначала, как обычно, локация, потом обзор самой квартиры. Улица Ломоносова. Вот она сейчас, буквально через несколько секунд будет на ваших экранах. А вот наш дом, в котором мы огромнейшую трешечку и посмотрим. Ломоносова, 114, дробь 12. У нас квартира на шестом этаже, но, как обещал, как анонсировал ранее, сначала место расположения. В нашем доме, в нашем доме поликлиника, детская поликлиника номер 1. Вот она, прямо в нашем доме. Проживая в жилом комплексе Олимпийский, мы с детьми были приписаны именно в эту поликлинику. Центральный район. Жилой массив Олимпийский. Это центральный район, для тех, кто не знает. Так же, как и Ломоносова. Тоже центральный район. Рядом, в шаговой доступности, у нас два детских сада, магазины, остановка общественного транспорта. Остановочка у нас ближайшая. Вот тут метров, наверное, 100, не больше. Сбербанк. По поводу школы. Про детские сады сказал, они есть два штука в шаговой доступности. Отсюда вам еще наш дом покажу. Дом Китовский. Застройщик Кит. Кирпич. Часто просите кирпич. Кирпич нам давай, нате кирпич, берите. Снимаю, показываю. Отдаю. Ближайшая школа. Что касается школы. Сейчас она 20-я. По-моему, остановочка 3 получается вот в том направлении. Но, так же, порядка трех остановок вот в том направлении, в сторону Московского проспекта. Московский проспект у нас вот там. Там строится супер новая, супер современная, мега огромная школа. По-моему, с 1 сентября 2023 года она уже запустится. Супер огромная, супер оснащенная. Анонсируется как самая большая школа в России. Сейчас мимо проезжал, там уже уровень четвертого этажа, работы идут. Довольно-таки быстро все строится. Ну, потому что на контроле у правительства. А все, что на контроле, там, знаете ли, не забалуешь. Экологически чистый район. Дендрарий. Санаторий имени Горького. По экотропе. Пляж. Ну и что? Вузы, институты тоже здесь. Повторюсь, это центральный район. Экологически чистый район. Смотрите, какая красота. Золото буквально. Сам дом у нас 98-го года постройки. Повторюсь, кирпич. Строительная компания Кит. Ну, про детскую поликлинику я вам говорил и показывал. И еще раз продолжаю показывать. Это не центр. Это центральный район. Прямо Московский проспект. Северный район. И если мы двигаемся вот в том направлении, мы попадаем с вами либо в центр, либо в северный мост, а далее в левый берег. В общем, развязка довольно-таки интересная. Место расположения довольно-таки интересное. С одной стороны, ты вроде бы как бы проживаешь в гуще событий, так скажем, да? То есть здесь все есть. Ну, за исключением, может быть, школы сейчас пока, если мы говорим про новую, суперсовременную, только в следующем году откроется. Хотя, повторюсь, ближайшее вот в том направлении также порядка трех остановок получается. А так все, в принципе, здесь на районе есть. Ну и плюс замечательная, замечательная, можно сказать, экология, сказал Павел Петрович, проходя мимо вот этой жужжащей трассы. Когда говорю про экологию, я, конечно же, имею в виду зеленые насаждения, эко-тропу. А сейчас посмотрим еще, что там у нас во дворе. О, давайте я вам еще цены покажу в грядке. Что у нас тут? Может быть, вам интересно. Хурма 180, Хурма сердце 150, Киви 200, Айва 180, вот Хурма по 60, которая приказала долго жить, а вот даже по 40, которая уже совсем на последнем издохе, так сказать. Лимончики 200, яблоко 80, 90, 90, ну, вот цены примерно такие. Это магазинчик грядка, их много по городу у нас. Это вам так примерно для понимания, сколько чего у нас стоит. Вот такие вот аппаратики у нас ставят с артезианской водой, тоже практически во всех районах города, во многих дворах. Ух, ива красавица! Сколько же лет нужно дерева, чтобы оно выросло до таких размеров, а? Я сейчас занимаюсь как раз-таки благоустройством своей придомовой территории, сажаю свой молодой сад, дерева всякие для украшения, туи. С ужасом дуем, увижу ли я их, их такого взрослого, нормального размера, сколько, сколько мне этого еще ждать. Когда же они у меня вырастут? Так, по детской площадке. Что у нас тут по детской площадке? Ну, что-то вот такое вот есть вперемешку что-то более-менее современное и что-то несовременное, старенькое. Ну, как говорится, что есть, то есть. А какой сразу контраст, Отошел оттуда, от дороги, и здесь, и здесь во дворе тишина и покой. Вон тот микрорайон, видите, панелечки выглядывают ДСК, там целый микрорайон панелек ДСК, как он правильно, березка или березки называется. И еще раз покажу вам дом уже с другой стороны. А вот, собственно говоря, березки в нашем дворе. Елочка. Что-то мне подсказывает на Новый год жители этого дома ее наряжают. Думаю, что я не ошибаюсь. Обычно так у нас в наших дворах ивы. Ну, двор довольно зеленый, вы, наверное, слышите, как поют птички. По благоустройству что могу сказать? В принципе, в принципе, довольно чисто в плане уборки. Управляйка видно работает. По парковочным местам, да, их мало. Их мало. Все, как всегда, собственно говоря. Ух, а тут и храм у нас. У нас храм прямо за домом. А что мне про храм ничего не сказали? Удивительное открытие для меня. Тут у нас еще и храм прямо за домом. Красота. Золотом покрыто купола. А, ну и тут, и тут еще некоторое количество как раз-таки парковочных мест. тут тоже некоторое количество парковочных мест присутствует. Не все так плохо, как я думал. Но, конечно же, в любом случае их маловато. Как ни крути, ну, как говорится, что есть, то есть. Так, друзья, квартира. Квартира у нас огромнейшая. Трешка. Обязательно смотрите видео до конца, а вдруг это ваш вариант. Вроде бы по месту вам все уже рассказал. Если какие-то еще у вас вопросы остались, контакты специалистов будут под этим видео. Наберете, спросите, нам с удовольствием на все ваши вопросы ответят. А мы сейчас с вами приступаем к обзору уже нашей квартиры. Смотрим подъезд с вами. Что у нас тут с чистотой в подъезде? Да неплохо. Все довольно неплохо. Почтовые ящики. Два лифта. Пассажирский и грузовой. Планируете переезд в Воронеж? Воспользуйтесь услугами нашей компании. Покупать недвижимость с нами выгодно и безопасно. Заполняйте анкету-заявку под этим видео. Друзья, начинаю, как обычно, не от входной двери, не из коридора квартиры, а смотрите, какой замечательный тамбур. Хочу вам его показать. Вот этот тамбур у нас на три квартиры. Он просто огромный. Он просто шикарный. то здесь вы можете хранить своих, я не знаю, кто-то строительный материал хранит, кто-то ремонт себе там делает, кто-то велики хранит, кто-то еще какие-то коробочки и всяко-разно. в общем, вот этот тамбурок у нас на три квартиры. Улица Ломоносова, 114, дробь 12, 6 этаж, 12-тиэтажного кирпичного дома, центральный район. Коридор. Огромный, 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 огромный коридор. Это все коридор. О, вот какой огромнейший коридор. Вот этот шкаф купе естественно остается, по размерам делался, потолок натяжной, хорошая входная металлическая дверь, видеодомофон, пол ковролин, стены, стены покраска, да, покраска, шкаф просто огромный, лазить, хозяйничать не буду, разрешение у хозяйки не спрашивала, но вы прекрасно видите, что он огромный, многофункциональный. Сразу направо кухня, кухня по площади 12,2, но не доходя к кухне мы с вами видим вот такую замечательную нишу. Стена вот эта не несущая и для тех, кто хочет увеличить может быть размер кухни, пожалуйста, стеночку вот эту убирайте и кухня у вас получается гораздо больше, но я считаю этого делать не нужно, это мое личное мнение, мне кажется здесь вполне неплохо как раз таки расположились и стиральная машинка, и сушилка видите над стиральной машинкой, и вот эти вот шкафчики для чистого постиранного поглаженного белья. Кстати, вот эти шкафчики тоже здесь останутся. Тут у нас на полу также ковролин, также натяжной потолок, точные светильники. В общем, на мой взгляд, вот эта вот ниша, она довольно функциональна и используется правильно. Я бы, наверное, не стал увеличивать кухню, я бы оставил так, как есть сейчас. Кухня и так, в принципе, по площади 12,2, тоже немаленькая, прямо скажем, вот эта встроенная кухня с техникой остается, потолочек у нас видите, также натяжной. Ох, рыбки, рыбки плавают по дну. Все чистенько. Вот эта встроенная кухня останется нашему покупателю. Так, здесь у нас что? Плитка, я думал, это какая-то панель, может быть, пластиковая, как есть имитация плитки, нет, это плитка. Это плитка, не дешевая сантехника, пол, также ковролин. радиаторы отопления, пластиковые окна и вид туда у нас во двор, где буквально каких-то пять минут назад ходил-бродил. двигаемся с вами дальше. Следующая комната гостиная, назовем ее гостиная, 30 квадратных метров. Друзья мои, она 30 квадратных метров. Обратите внимание, как здесь уместились сразу несколько компьютеров, компьютерных столов, тренажер, огромный телевизор, диван, кресло, кровать. Все потому, что здесь 30 квадратных метров площадь вот этой комнаты. Пол также ковролин. Потолок натяжной плюс гипсокартон с точными светильниками. Шикарная люстра. Просто какое-то произведение искусства. выйдем с вами на лоджию. Обращаю ваше внимание на ширину стен, ширину подоконника. На этом подоконнике реально можно сидеть. Пол также ковролин. тут стоит еще один холодильничек. Лоджия отделана вагонкой. Вижу есть свет. Работает. И плюс оборудованы шкафчики для хранения каких-то в данный момент ненужных вещей. шкафчики есть у нас по той стороне лоджии. Лоджия огромная. Она действительно тоже огромная. Может быть несколько холодильник вот этот закрывает ее размер и вам не совсем понятно не совсем видно. Но она действительно большая. окна у нас смотрят также туда во двор в тихий спокойный зеленый. В общем на лоджии делать абсолютно ничего не нужно. Все доведено до ума. Да и собственно говоря как и по всей квартире сделано все делать ничего не нужно. разве что кто-то из вас захочет может быть обои переклеить как кому нравится. Но в данном случае эта квартира из разряда заезжай и живи. Делать абсолютно ничего не нужно. И Следующая комната у нас по площади еще один коридор. Видите, также пол ковролин, также натяжной потолок, точные светильники и турничок. Пожалуйста, у нас три пацана. Спортом заниматься нужно однозначно. И вот эта комната у нас по площади 22 квадратных метра. Меня впечатляют размеры этих комнат. они реально меня впечатляют. Общая площадь квартиры у нас 113,7 это с учетом балконов. Без балконов 109,8. 109,8 отапливаемой площади. Вот эта комната, повторюсь, 22,1. Так, вот этот шкаф не предлагаю, он уедет. Хороший, многофункциональный. Сами понимаете, нынче такой сделать будет дорого. Еще раз вам показываю размер нашей комнаты. 22,1. выход на другой балкон. Здесь несколько заставлено. Он гораздо меньше, чем предыдущий. Но тоже все сделано отделано вагонкой. Единственное, что света тут не вижу. Да. Света только нет. А так все все тоже отделано. Ковролин, вагонка, пластиковые окна. И вид у нас получается здесь, отсюда, как раз-таки туда, на Ломоносово. На Ломоносово, на детскую поликлинику. Детская поликлиника у вас вот она. Прямо, собственно говоря, под вашими окнами. У нас шестой этаж, напоминаю, дом 12-ти этажный. Вообще, конечно, очень удобно, когда детская поликлиника находится вот она. То ли дело, я, проживая в жилом массиве Олимпийский, детей своих возил вот сюда. То есть, мы ездили в поликлинику сюда. Да, не так это часто, слава тебе Господи, нужно делать, но, тем не менее. И, видите, лоджия, она такой, несколько неправильной формы, такая полукруглая. но все довольно хорошо сделана, уютненькая, приятненькая и с видом вот туда вот на лес. 22,1 площадь вот этой комнаты. Прямо у нас санузел, мы сейчас до него тоже доберемся, но сначала покажу вам спальню. Это родительская спальня, 15,5 квадратных метров общей площади. тоже несколько неправильной формы, как вы можете заметить. Окно здесь, окно здесь. Но довольно интересно, знаете ли. Много света дают эти окна. Погода у нас сегодня единственная пасмурная, и я вам, к сожалению, природа вам, к сожалению, не может это продемонстрировать. Но, тем не менее, тут уже рассада какая-то. Тут уже рассада какая-то. Радиатор отопления поменены по всей квартире. То есть, это не от застройщика, понятное дело. Пол также ковролин 15,5 квадратных метров. Площадь вот этой спальни. Меня, честно говоря, поражают площадя, прямо скажем, в этой квартире. 30 квадратов, 22,5, 15,5. Так, и санузел у нас остался. Санузел, естественно, раздельный. Ну, куда уж тут на 113 квадратах чтобы еще совместный санузел был? Нет. Такого быть точно не должно. Кафель на стенах, душевая кабинка, здесь тоже шкафчики для мыльно-рыльных с двух сторон. Огромная мойка, мойка раковина. и кафель также на полу, естественно. И туалет. Туалет тоже, да, довольно-таки вместительный. соблюдайте чистоту умнички. То есть такой наказ родительский и тут же похвалили. Психология. И плюс здесь, видите, небольшой умывальничек есть. Помимо унитаза. буллер на случай отключения воды. Что бывает крайне нечасто. Не переживайте. Две недельки в году летом. Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде и хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал, звоните 8 920 22 99 356. Расскажем об условиях сотрудничества. Центральный район улица Ломоносова 114 дробь 12. Шестой этаж 12-этажного кирпичного дома. Строительная компания Кит застройщик. Это, наверное, один из первых его проектов. Один из. И что у нас? Сколько у нас тут по площади получается? 113,7. 113,7 общая площадь нашей квартиры. По состоянию квартиры вы все видите сами. Не добавить, не прибавить. Все сделано очень и очень здорово, со вкусом, практично, рационально, красиво. Цена нашей квартиры 8 миллионов 500 тысяч рублей. 8 500. Не торопитесь писать дорого, не торопитесь. Почему? Потому что, напоминаю, что площадь нашей квартиры 113,7. 113,7. 8,5 миллионов рублей. Шестой этаж, 12-этажного кирпичного дома. В квартире сделано практически все. Ну и плюс остается некоторая мебель. Контакты специалиста, кто данный объект недвижимости ведет, есть под этим видео. Пишите, звоните, договаривайтесь о просмотре. На мой взгляд, вариант интересный, стоящий. Его стоит рассмотреть. Район классный, экологически чистый, центральный. Не центр, но центральный район. Приглашаю всех продавцов недвижимости Воронежа и ближайшего пригорода к сотрудничеству. Если хотите видеть по вашей квартире аналогичный обзор, ну, может быть, квартира, может быть, дом, может быть, дача, в зависимости от того, что вы сейчас в данный момент времени продаете, приглашаю вас к сотрудничеству. Если хотите видеть обзор по вашему объекту на нашем канале 8 920 22 99 356, расскажу вам о условиях сотрудничества. И приглашаю всех покупателей обратиться к нам за услугой по поиску и подбору объектов недвижимости. Если данная квартира вам не подходит по каким-либо причинам, анкета-заявка на подбор недвижимости есть под этим видео. Заполняйте, нажимайте отправить и наш специалист в самое ближайшее время с вами свяжется. Еще больше предложений от нашей компании вы можете увидеть на нашем сайте. Ссылочку на наш сайт прикрепляю сюда под этим видео. Заходите, смотрите, выбирайте, созванивайтесь со специалистами эти объекты недвижимости ведущими, договаривайтесь о просмотре, смотрите, торгуйтесь и покупайте. Все предложения нашей компании есть на нашем сайте. Ссылочка вот здесь в описании. Всем хорошего дня, хорошего настроения, к этому варианту обязательно присмотритесь, на мой взгляд, это вполне себе классный вариант. Он имеет место быть, к нему нужно присмотреться и цена, на мой взгляд, вполне себе адекватна. Всем хорошего дня, хорошего настроения, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. Все, друзья, пока. Редактор субтитров